Здравствуйте, ребята! Вы с Аленой. Сегодня говорим про кишечник. Проблемы кишечника, соответственно, психосоматика этих состояний и другие моменты, как всегда, будем разбирать самое главное. Вы на канале с холистическим психологом. Здесь про здоровье, физическое и ментальное. Соответственно, кишечник будет всегда страдать при базовых дефицитах. Дефицит белка не дает нормально существовать кишечнику. Об этом не все говорят. Люди, которые сидят на низкобелковой диете, белка не хватает. Это как подлатывание дыр. Соответственно, здесь дыру не подлатали. Следующий момент. Кишечник страдает на всяких... Знаете, есть такие моменты. Очисти и изгони из себя все, что есть, и пройди марафон по какой-нибудь клетчатке. Напоминаю, клетчатка должна быть, но если у вас синдром раздраженного кишечника, я не рекомендую вам вообще ее использовать. Другой момент. Кишечник страдает. Синдром раздраженного кишечника бывает даже при смене очень сильной воды. Это, правда, реально работающие вещи, и от этого страдать кишечник может. Какое дело, где, это очень сложно найти, но с этим можно хорошо себе поработать. Следующий момент. Если мы говорим про кишечник, кишечник страдает от всех сладостей. Не верьте, нет полезных сладостей. Это правда, ребята. Ну, как бы только дисбактериоз и присоединяющиеся к этому проблемы. Минутная радость, проблемы с кишечником и сразу вирусы и грибы. Ну, как бы это реально работающая история. Следующая. Кишечник не любит, когда у вас действительно дефицит полной клетчатки. Если нет синдрома раздраженного кишечника и клетчатки вообще нет, то, соответственно, в вашей микрофлоре питаться особо нечем. И поэтому происходят такие проблемы. Кишечник страдает, когда вы его перегружаете тоже. То есть, простите, не впихуемо, в меня не впихуемое, говорит с вами кишечник. Другой момент. Кишечник страдает, когда, например, вы суете в себя несовместимые продукты. Какой-нибудь кофе с какими-нибудь сладостями. В общем, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И, соответственно, это является базовой историей, которая очень-очень сильно поможет вам справиться с тем, что значит здоровье кишечника. И, соответственно, я могу сказать, что если вы хотите иметь здоровый кишечник, очень важно позаботиться о микробиоте. И еще один момент про биотики и пребиотики. Я же не знаю, сейчас у вас синдром раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста, или, может быть, грибковая загрузка. Соответственно, это будет очень-очень сильно влиять на ваш кишечник. Напоминаю, витамин D для кишечника, это боженька вам прописал его. И по анализам нужно вычислить свой и постепенно поднимать. Почему? Витамин D участвует в воспалительных заболеваниях кишечника очень-очень сильно. Поэтому это важно. И еще один момент. Если мы с вами говорим про кишечник, то, соответственно, очень важно заботиться о слизистых. У многих раздражение слизистых и с незалеченными слизистыми человек начинает кушать, и не всегда это получается так, как надо. Напишите мне вопросы про кишечник. Надеюсь, вы увидите это видео и передадите тому, кому оно нужно. Никакие пробиотики, пребиотики не нужно в себя совать, если вы не понимаете, что у вас. Сначала нужно залечивать слизистые, потом работать с дефицитом белка. Потому что я уже объяснила, что дефицит белка – это страшнейшая вещь. И еще кишечник страдает от всех круп и всего, что повреждает слизистые. Будьте внимательны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!